Приветствую вас на моем канале, меня зовут Ирина. И я напоминаю, что до 17 октября я провожу акцию на бесплатный личный расклад. Отвечу на любые вопросы, кроме здоровья и беременности. Для этого под видео в комментариях оставляйте свое имя и номер телефона, и я с вами свяжусь. А сегодня хочу сделать расклад «Он о вас. Вся правда, как на духу». Что же он о вас расскажет? Давайте посмотрим, послушаем. Загадайте этого мужчину, который вас интересует, и послушаем, что же он скажет о вас. «Вся правда, как на духу». Так, расскажи нам. Ой, ну вот вы сразу и вышли. Прям на контакт сразу выходит. Говорит, что вы бывшая. То ли у вас был официальный развод, то ли просто вы расстались. Вы были просто в отношениях и расстались. Говорит, ну она меня, конечно, обрубила, отсекла, отправила в сад гулять. Говорит, что вы в прошлом, вы были очень мягкая, добродушная, такая вот эмоциональная, сердечная, мягкая очень девушка. Ну, говорит, она сейчас просто как превратилась в какую-то мегеру просто. злая, к себе не подпускает, просто вот к ней не подойдёшь. На кривой козе к ней не подъедешь. Что она вот так вот сразу поставит на место. Она вот больше не позволит, чтобы как-то с ней играли, манипулировали, играли с ней, играли на её чувствах. Она это уже сразу просекает, и она это может отсечь. Вот что она вас рассказывает. Ещё что ты расскажешь. А вот и он вышел. Ну да, а он такой манипулятор. Он вообще по жизни такой вот мягкий, такой тип мужчин, знаете, вот бла-бла-бла. А любит он пофилософствовать, там что-то поразглагольствовать. Вот когда говорят, да, а поговорить, да, любит он поговорить. Как-то вот мужчина знаков зодиака водной стихии, водные знаки зодиака. Так, что ты расскажешь? Ну она говорит, она стала прям эгоистка такая, полюбила себя. Прям вот, ну он, конечно, вас видит вообще. Ясное солнце. Что она прям сверкает сейчас, говорит. Она прям сейчас такая вся сверкает. Она живёт, радуется своей жизни. Как-то у неё в жизни всё наладилось. Какая-то вот, как говорит, похорошела она. И как-то она энергичная стала. Интересная прям такая женщина. Глаз не оторвать от неё. Ну просто ясное солнышко. Как будто бы, вот, говорит, она такая вот, сейчас вот смотришь на неё, и прям какая-то у неё такая вот жизнерадостность появилась. Вот жажда к жизни. Такая вот она какая-то страстная стала. Вот появилась у неё вот эта вот витальность. Жизнеспособность, скажем так. Так, ещё что он о вас скажет. Вся правда. Давай, дорогой, расскажи нам, что ты ещё скажешь о ней. Да, говорит, что вы были инициатором вашего расставания. Из-за того, что он бездействовал, вы поставили окончательную жирную точку. Она себя сейчас возомнила. Полюбила себя, стала центром своей вселенной. Ну, говорит о вас, что, что, вот, что его ещё удивляет, что у вас такая способность есть, что вы можете, вот, окончательно, вот, ставите точку. Всё, бесповоротно. И говорит, что, вот, что ещё его удивляет, что вы прям расцвела такая. Ну, на вас карты вообще одни старшие арканы, солнце, императрица. Ну, вообще супер. Вы расцвела такая, женственная стали. Обрелись силу какую-то, уверенность в себе. Статная такая женщина. Вот смотришь на вас, и глаз невозможно оторвать. Ну, и причём интересная трансформация у вас произошла. Вот он рассказывает о вас, что вы как будто бы вот раньше были, ну, совсем вот недавно, вот вы как были там Егера, вот он говорит, да, злая такая. А сейчас вот на вас смотришь, и что как будто бы вы изменились. И причём и не мягкая вот такая вот наивная дурочка, как ещё раньше. А, знаете, у вас такая вот была ваш путь жизни, трансформация ваша, что несколько лет назад, допустим, когда вы вместе ещё были, да, в начале ваших отношений, вы вот были такая вот наивная дурочка, которая верила, вот всё, что вам говорят, вы всё верите, за чистую монету всё принимаете, да. Но вот в силу того поведения, который вот как мужчина с вами поступал, а, видимо, он как-то вам тут предавал вас, вы ожесточились, стали недоверчивые, холодные, вот такая резкая, ну, как Мегера, он говорит, как стерва стала, да, вот. Но потом вы изменились, вы как-то научились совмещать в себе все черты характера. Вы осознали, что да, вы можете быть и доброй, душевной, мягкой такой, да, что, ну, у вас действительно большое широкое сердце, чистая душа, но вместе с тем вы научились и себя защищать, что вы себя не позволяете уже обижать, да, пресекаете. И вот вы научились это совмещать, то есть вы в крайности уже не бросаетесь, вы сейчас не ведёте себя так, знаете, вот, то прям слишком доверчиво, а то уже прям не подходи, просто я никому не верю, всё. А вы как-то сейчас вот научились совмещать в себе эти качества. Где надо, вот с кем надо, вы можете быть доброй, вот, показать свои истинные черты характера, да, вот, свою доброту душевную. Но где надо, когда вы видите, что как-то приходят, переступают ваши личные границы, как-то нарушают, вы этот меч можете всегда, он при вас наготове, да, как-то вот вы научились совмещать в себе эти качества. И как-то вот и по деньгам вы как-то поднялись, какое-то улучшение у вас произошло, вот он говорит. Ну, в общем, знаете, вот, со всех сторон, как-то вы какая-то такая личность более цельная стали, такая вот гармоничная, что вас уже не кидает вот в какие-то крайности. То вы плачете, то вы ругаетесь, да, то вы тут говорите о своей любви. Ну, вот такие вот крайности, да, вы поняли. А как-то вы научились в себе это совмещать, что как-то более спокойно вы себя сейчас ведете. Ну, вот как императрица, да, что можно еще сказать. Вот он о вас. Говорит, что мама хорошая, хозяйка хорошая. И как жена вы тоже женщина такая. Ну, я же говорю, во всех смыслах. И девушка такая, что вы можете деньги зарабатывать. Вы не рассчитываете на кого-то. Вы понимаете, что вот я. Вы только на себя рассчитываете. Собственно, у вас это успешно получается. Так, что еще он о вас скажет? Вся правда. Да, научились защищать себя. Научились отстаивать свои личные границы. Как-то вот сейчас вы не ведете себя, как душа нараспашку. Да, вот все, что у меня есть, я все отдам. И это касается и материальное. Да, накормлю тебя, напою, обогрею. И это касается и душевного. Да, вот вся любовь, которая у меня есть, я все тебе отдам без остатка. Вот просто пей меня всю, да. Что вы сейчас уже себя так не ведете. А судя по всему, что раньше так действительно и было. Вот, как говорится, чем богаты, тем и рады. Вот вы все ему отдавали. Как-то вот абсолютно без задней мысли. Ну, я же говорю, вот не держали какого-то камня за пазухой. Да, вот были абсолютно открытые. Я тебя люблю, да. Мне тебе, мне нечего перед тобой скрывать. Вот все, что у меня есть, вот я готова с тобой поделиться. Вот бери все от меня, да. Ну, сейчас вы, конечно, так себя уже не ведете. Научились за себя постоять. Говорит еще о вас, что вы сейчас мудрое стали. Вот опять еще один старший аркан на вас. Энергия тут, конечно, так и прет. Мудрое очень стали. Даже вот как не по годам. Даже если вы молодая, он говорит, что такая вот вы умудренная опытом. Как-то вы рассуждаете сейчас. Какие-то можете вот такой совет дать, хороший, дельный. Вот именно вот по существу. Так, еще что он о вас скажет? Ой, ну вообще. Говорит, что вы ушли в новое свое, да. Новый какой-то у вас жизненный путь сейчас начался. На расстоянии от него. Ну вот он на вас смотрит просто как на икону какую-то. Либо еще говорит, что вы сейчас чем-то таким занимаетесь, что вас люди ценят за это. На вас смотрят, оценивают по достоинству. Возможно, кто-то как по интернету. Знаете, какая-то деятельность, связанная с интернетом. Я не знаю, может быть, там свое хобби монетизируете. Либо продаете какие-то свои услуги, товары по интернету. Ну абсолютно вы такая вот гармоничная личность, спокойная. Да, ну вот я говорила. Прямо говорит, что у вас какие-то вот вы пережили перипетии очень тяжелые в своей жизни. Но несмотря на все это, как-то вы сохранили вот какую-то, знаете, вот чистоту. Вы не обозлились. Не стали вот такой вот, ну злой, да. Не сетуйте на свою жизнь, на свою судьбу. Какая-то вы вот, ну я же говорю, как чистая душа, вы все равно остались. Как ангел, да. Ну и также еще эта карта говорит, что вы действительно под защитой находитесь ангелов. Под защитой вашего ангела-хранителя, под защитой высших сил. И даже вот несмотря на то, что у вас действительно очень тяжелая жизнь была. Как-то, можно сказать, жизнь вас потрепала, да. Но все равно как-то вот вы не опускаетесь, да. Не опускаетесь ниже плинтуса, не жалуетесь, да. Не строите из себя, что как вы жертва обстоятельств. Нет. Вы позиционируете себя так, что да, то, что было в моей жизни, то, что было, то было. Да, это часть моей жизни. Это мое прошлое. Ну этого, это никуда не убрать, да. Да, что было, то было. Но жизнь продолжается. Я не собираюсь опускаться, да. Я не собираюсь, вот, как вы говорите, как вы себя позиционируете. Жизнь продолжается. И я хочу как-то дальше развиваться. Да, у меня был этот мой печальный опыт, но мне мое прошлое не позволит как-то чувствовать себя несчастной, жить как-то худо-бедно. Нет. Я все равно встану и я буду как-то расти над собой, над своими обстоятельствами, буду добиваться своего. Вот, что он говорит о вас. Что посмотришь на вас, что вы абсолютно не жертва никакая. Что даже вот на вас посмотришь, он говорит, и как будто бы и не видно, что вы пережили какую-то тяжелую жизнь. Что-то вы очень, какие-то у вас такие трагичные события в вашей жизни были. Вот это его как бы удивляет, что ваша вот эта вот способность сохранить в себе вашу вот эту вот чистоту, душевность такую, открытость миру. Что вы сохранили в себе это. Да, вас, конечно, покрутило тут изрядно, помотало по жизни, как говорится, по миру даже, возможно. У кого-то, возможно, были какие-то частые переезды, что вам пришлось много сменить квартиры, сменить место жительства. Ну, в общем, покрутило, помотало по миру, да, вообще жизни помотало. Ну, вот как-то все равно, ну, это я сейчас уже повторяюсь, но хочется, вот знаете, вот действительно, вот передать, передать всю эту глубину, вот что говорят карты. Потому что здесь, ну, такие прекрасные арканы на вас выходят, одни старшие арканы. Солнце, императрица, мир, шут, это такие старшие, ну, это прекрасные энергетика такая, что, ну, действительно, вот как святой человек, что, что бы с вами ни происходило, да, вы можете, вот встали, вы встали с колен, да, поднялись. И идете дальше по жизни, уверенно, вот открыто. Вы уже не боитесь, что с вами что-то произойдет. Вы уже знаете, что, да, да, черт возьми, ну, конечно, могут еще в будущем какие-то быть препятствия, проблемы, но где наша не пропадала? Что я уже столько всего пережила, ну, что меня сейчас не остановит, уже ни перед чем, да, что я буду счастлива, я буду идти к своей цели. Вот. Вот что он о вас говорит. Вот такой был расклад. Благодарю вас за просмотр и до встречи. Пока.